Всем привет! Сегодня разберем задание из открытого банка заданий в ПИПе математики. Профильная математика – неравенство. Показательное степенное неравенство. Решите неравенство модуля х-2 в степени логарифма х-2 по основанию 4 минус логарифма х-2 по основанию 2 больше или равна 1. Давайте начнем решать наше неравенство с области допустимых значений. Мы знаем, что под знаком логарифма выражение положительное х плюс 2 больше 0, х тоже больше 0. И наше выражение модуля х-2 не должно равняться 0. Поэтому у нас получается х больше, чем минус 2, х больше 0 и х не равен 2. Поэтому область допустимых значений у нас является, соответственно, промежуточки. совокупность х больше 0 и меньше 2 и х больше 2. Преобразуем показатель степени нашего неравенства. У нас получается модуль х-2 в степени логарифм х плюс 2 по основанию 4. Так как у нас по условию х больше 0, то мы уйдем от основания 2 к основанию 4. Это будет логарифм х квадрат по основанию 4 и больше или равна 1. Получаем модуль х-2. Разность логарифмов – это и есть логарифм дроби. То есть получается логарифм х плюс 2 поделить на х квадрат по основанию 4 больше или равна 1. То есть вот такое неравенство. Мы будем решать наше неравенство методом интервалов. Пишем решим неравенство методом интервалов. Для этого мы рассмотрим нашу функцию. Какую функцию? Перенесем единичку в левую сторону. И у нас получается функция у равная модуль х-2 в степени логарифм х плюс 2, деленное на х квадрат по основанию 4, минус 1. Область определения мы уже нашли. Она соответствует области допустимых значений. То есть это у нас промежуточки склеены от 0 до 2 и от 2 до плюс бесконечности. Теперь мы найдем нули функции. Для того, чтобы найти нули функции, мы должны вспомнить, как решаются наши показательностепенные уравнения. Во-первых, мы преобразуем наше уравнение к виду модуль х-2 в степени логарифм х плюс 2 поделить на х квадрат по основанию 4. И все это равно единице. А единица – это есть модуль х-2 в нулевой степени. Отбрасываем наше основание. У нас получается первое наше уравнение, которое мы рассматриваем. Логарифм х плюс 2 поделить на х квадрат по основанию 4 и равно нулю. Используя основное логарифмическое тождество, у нас получается, что х плюс 2, деленное на х квадрат, равно 4 в нулевой, то есть единица. И у нас получилось уравнение х квадрат минус х минус 2 равно нулю. Мы должны решить это уравнение и обязательно сделать проверку. Дискриминант у нас будет 9. Х первое – это 1 плюс 3 поделить на 2. Это будет 2. И х второе, соответственно, 1 минус 3 поделить на 2. Это будет минус 1. Ну, если мы сейчас посмотрим, что х равное 2, можно и не брать, потому что у нас х не должен равняться 2. Ну, а что касается минус 1, однозначно минус 1 мы тоже брать не будем, потому что эти точки наши, они не принадлежат нашей области определения. То есть они нам не подходят, эти значения. Не подходят под область допустимых значений. То есть они не лежат на области определения. Дальше второй шаг нашего решения показательности пинного уравнения. Мы должны приравнять наш модуль, то есть беру цифру 2, модуль х минус 2, и все это равно 1. Отсюда следует, что х минус 2 равно просто 1, и х минус 2 равно минус 1. То есть у нас получается 2 корня. Это х равное 3 и х равное 1. Сделаем обязательно проверку. Проверим, подойдут нам наши корни под область определения, и они нам подходят. Берем первый корень, х равное 3. Подставляем, соответственно, вот сюда. У нас получается 3 минус 2 – это 1. 1, здесь будет логарифм 5 девятых по основанию 4, и все это равно 1. То есть это верно. То есть этот корень нам подходит. Второй корень, х равное 1, это получается 1 минус 2, это минус 1. То есть будет опять единица в степени логарифм 3, логарифм 3 по основанию 4, тоже нам подходит. Ну а дальше у нас есть еще способ. Следующий, который мы должны проверить. Модуль х минус 2 равно минус 1. Но это уравнение однозначно не имеет решения, так как модуль не может быть, соответственно, у нас отрицательным. То есть модуль х минус 2, величина не отрицательная. То есть мы нашли область определения, мы нашли нули функции. То есть в нулях функциях у нас две точки. Соответственно, это точка 1 и это точка 3. Чертим координатную прямую. Подписываем ее ось х. Значит, у нас выколота точка 0, у нас выколота точка 2. Все, что левее нуля, мы не берем. У нас закрашена точечка 1 и закрашена, соответственно, точечка 3. Это наша нули функция. У нас получились промежутки. Мы сейчас будем определять знаки. Берем первый промежуток, это у от 1,2. Подставляем нашу функцию. У нас получается модуль 1,2 минус 2 в степени логарифм 2,5 мы делим на 0,25 по основанию 4 и минус 1. У нас получается 0,5 минус 2, это минус 1,5, да еще по модулю. Это будет 1,5 в степени логарифм 10 по основанию 4 и минус 1. Ну, если оценить логарифм 10 по основанию 4. Если мы посмотрим логарифм 4 по основанию 4, это единица. Поэтому логарифм 10 по основанию 4, это выражение явно будет больше, чем 1. Поэтому это число будет положительное. Ставим здесь плюсик. Берем следующий интервал у от 1,5. У нас получается 1,5 минус 2, это будет минус 0,5. То есть тут у нас получается минус по модулю 0,5. Здесь логарифм. 1,5 плюс 2, это будет 3,5. 3,5 и мы делим на 2,25 по основанию 4 и минус 1. В результате у нас получается 0,5. 3,5 мы делим на 2,25. Это выражение явно будет больше, чем единичек. Кстати, выражение первое слагаемое однозначно будет меньше, чем 1. То есть разность будет отрицательной. То есть здесь меньше. Берем следующий промежуток у от 2,5. У нас получается 2,5 минус 2, это 0,5. По модулю тоже будет 0,5. Здесь логарифм. 2,5 плюс 2, это 4,5. И поделить на 6,25 по основанию 4. И, соответственно, минус 1. У нас получается 0,5 в степени логарифм 0,72 по основанию 4. И минус 1. В результате, если мы преобразуем 0,5, то есть вот это число логарифм 0,72 по основанию 4, это выражение однозначно будет отрицательное. 0,5 – это 1,2 в отрицательной степени. 1,2 – это 2 в минус 1. И в результате это выражение у нас получается однозначно больше, чем 1. Поэтому мы ставим плюсик. Теперь мы возьмем у от 4. У нас будет тогда модуль 4 минус 2 – это 2. В степени логарифм 4 плюс 2 – это будет 6. 4 в квадрате – это 16. По основанию, соответственно, 4. И минус 1. Получаем 2 в степени логарифм. Сократим на 2. Это будет 3 восьмых по основанию 4. И, соответственно, минус 1. Логарифм 3 восьмых по основанию 4 – это однозначно величина будет отрицательная. Число 2 в отрицательной степени – это величина у нас будет меньше, чем минус 1. Поэтому здесь будет минус. Мы ставим знак минус. Так как мы решаем неравенство больше или равное 0, то у нас получаются вот эти промежуточки. И мы записываем ответ. Ответ промежуток от 0 до 1 в объединении от 2 до 3. И за решение этого неравенства вы получаете максимально 2 балла, чего я вам желаю.